здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос можно ли добиваться уголовного преследования для людей от которых претерпел физический и моральный ущерб поскольку вопрос пришел на библейский портал они на юридический соответственно человек хотел наверное узнать как на это смотрит библия так вот библия не запрещает нам пользоваться теми государственными законами которые защищают в нашу честь достоинство имущество страну в принципе это можно и закругляться если вы предприниматель и видите противозаконное действие против вас вы можете обратиться в суд насчет чести достоинства вот моральный ущерб претерпели ну подумайте а надо ли оно вам ведь если ты судишься сильным ой не факт что ты победишь в этом судебном процессе смотрите чтобы не случилось с вами еще что горше после подобного судопроизводства не всегда безопасно искать справедливости тем более не обладая солидным капиталом которую будете тратить в огромных количествах на защищающих вас адвокатов потому что все зависит конечном итоге от того как вас будут защищать можно быть уверенным в своей правоте можно быть уверенным в том что ты поступаешь по справедливости адвокат бездарный который запорит дело и вы окажетесь еще в худшем положении чем были до этого поэтому личные обиды мне кажется можно пропустить забыть простить а те которые грозят вам уголовным или каким-нибудь административным делопроизводством посадкой с конфискацией тут конечно надо уже отстаивать свою правоту если конечно она за вами и пусть господь вам в этом поможет но еще раз напомним про хороших адвокатов есть в евангелии притча о том что неблагонадежно для царства божьего тот кто начинает строить дом не рассчитал своих сил и если вы думаете ах я верю в то что господь мне поможет и веры достаточно то смотрите чтобы не было как в истории с одним батюшкой который перевел мошенникам все свои сбережения может быть даже кредитов набрал потому что он верил что господь не даст ему быть обманутым этот уверенность в том что с тобой не поступить несправедливо как видите его сильно подвела таки вы будьте аккуратны в убежденности в то что справедливость восторжествует а даже если восторжествует и даже если кого-то и посадят то он же рано или поздно выйдет тоже вопрос не аукнется ли вам это судебное дело лет через пять-семь а может и еще раньше комната не приставят полицейского охраняющего жизнь вашим до конца дней ваших к вашим женам детям имуществом также надо хорошенько все взвесить и продумать риски последствия что вы теряете что вы можете потерять и дальше богу помолясь принять правильное решение пусть господь всем нам в этом поможет внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео